сейчас забрела на совершенно новую часть виноградов это невероятно просто я здесь никогда не была я здесь облазила просто каждую улочку сняла немножко видео тоже один поворот не туда и я в совершенно новых местах совершенно потрясающие вещи здесь такие балконы викторианские и в очень многих моментах архитектура особенно вот окна и балконы на париж похоже безумно похоже на париж я сейчас как раз читаю книжку как как быть парижанкой кем бы не вы не были или где бы вы не жили как-то так называется не помню потрясающая книжка много юмора много к парижу она не особо имеет отношения они безусловно на примере парижанок описывают но с большего это взгляд со стороны на себя просто как на женщину как на какую-то там одержимость каким-то исчезлом еще какие-то вещи в общем весьма забавно и как раз я сейчас под впечатлением этой книжки и в это время я просто вижу все эти элементы такие парижской архитектуры очень забавно сегодня плюс 9 и обещают уже все последние смысле все следующие дни тоже где-то плюс 9 плюс 10 я очень надеюсь потому что реально откровенно очень поздно приходит в этом году весна ее нету в это время уже в предыдущие года давным-давно было по-настоящему тепло весеннее погода я иду в зимней куртке и даже не жалею об этом какой обалденный детский сад просто обалдеть тут площадюшка такая и он прямо посередине площадюшки вот так огорожен романтично в таком старинном здании тут так спокойно так красиво потрясающий сад просто мне понравился он очень-очень классно вообще не представляю куда эта арка ведет вообще никогда там не было сегодня не пойду хватит с меня на сегодня новых впечатлений я почувствовала себя туристка реально забрела в какое-то место и прямо целый квартал целый район виноградов где я вообще никогда не было теперь я поняла где я свернула не там одно единственное видео у меня есть где я пошла вот туда вниз это было видео про что-то про женщина-мужчина про обязанности в семье уже точно не помню что но я пошла тогда туда вниз и сейчас когда шла отсюда думаю вниз я не хочу туда потому что там парком надо идти потом безлюдным пойду прогуляюсь и вот в итоге я повернула сюда и здесь настолько миленькая оказалась просто очаровательно как века каула как века каула да и как же мне здесь пройти ни поворотники не включил ничего едет куда-то непонятно куда и все-таки я чую запах весны откровенно уже несколько раз я его чувствовала потом опять приходил холод и даже на днях снег выполнен надежда есть ребят есть классно смотрятся красные ягоды оранжевые на коне желтого здания красиво милый горшочек знаю что это такое теперь бы сориентироваться куда мне куда-то туда видимо надо все я в знакомых местах тут мы с вами часто бываем в этой школы если я ничего не перепутала да да и вот это часто и растение показывал я очень тяжело в городах ориентируюсь могу кружить по одному и тому же месту до бесконечности и то насколько я все-таки знаю прагу для меня большой прогресс потому что я очень тяжело ориентируюсь я настолько всегда сосредоточена на архитектуре на атмосфере что я не вижу где как сплетаются переплетаются улицы и мне вот вернуться в какое-то место очень тяжело я легко ориентируюсь только там где я бываю очень много раз но если я была где-то несколько раз то я не могу сориентироваться быстро и мне нужно кружить юлить даже в центре праги находясь я не на каждой улице могу сказать как я могу с нее выйти куда-то хотя центр праги относительно небольшой и там все улицы очень колоритные с большего я всех знаю не по названием но кстати когда у меня по названию спрашивают и для меня катастрофа я вообще не запоминаю название улиц вообще я вот столько с каналом стала обращать еще хоть какое-то внимание абсолютно не смотрю никогда на улице и знать не знаю ни одной улицы теперь уже немножечко знаю вот и я если где-то в центре нахожусь и даже до старом неской площади дойти то я не всегда могу тут же сориентироваться мне нужно осмотреться вспомнить какие мне ассоциации с какими домами возникают тогда я могу сообразить так что винограды я очень неплохо знаю я в них отлично ориентируюсь и вот сегодня для меня найти было целое гигантское крыло целый район еще было очень большой неожиданностью я была там очень давно лет восемь даже может быть девять назад я была там я это помню и больше я каким-то образом гуляя по виноградам никогда не попадала туда поразительно просто никогда не поворачивала в ту сторону интересно у меня еще одно место в праге вот вызывает такой вопрос надо будет туда сходить я знаю все вокруг там как бы так сказать с лево прямо и сзади я знаю все но я никогда от того места даже не могу сказать где она находится не объясню просто не я никогда от того места не ходила направо никогда я даже не представляю чтобы там могло быть надо обязательно сходите и посмотреть меня любопытство душит и времени нету мне хочется чего-нибудь вкусненького я даже не знаю что совсем делать надо наверное в какой-нибудь магазин за рулить может какую-то книжечку купить это лондонска мы с вами здесь миллион раз были одна из самых моих любимых улиц в праге в этом доме раньше моя подруга жила а потом у них родился второй ребенок и им стало мало этой квартиры она была однокомнатная но такая она была в кадастре записана записана как один плюс один то есть одна комната и одна кухня но на практике она была больше на 2 кк похоже потому что кухня была точно такого же размера как комната то есть ты заходишь в квартиру и и и и там очень большой коридор из него идет по бокам комнаты и со второй стороны кухня и посередине уже туалет и ванна и вот кухня и комната были абсолютно одинаковыми по размеру обе продолговатые крайне странное построение квартиры но они и как-то очень дешево сняли девочка кстати очень помогла мне в моей жизни с чешским языком она чешка и очень-очень мне помогла вот и они здесь жили потом родился первый ребенок ему же места было мало и потом второй и они уже съехали отсюда а вообще улица конечно потрясающе она тоже говорила что жить здесь совершенно восхитительно тоже ей очень-очень нравилось она сама с окраины праги она вырастала на окраине праги мне когда я говорила что она мне сказала никогда 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 не живи в голубей тени это она мне сказала потому что у нее совершенно ужасные воспоминания об этом районе то что она рассказывала вообще там такой криминоген мне кажется сейчас такого нету я таких случаях совершенно не слышу меня живут знакомые в голубей тени ничего подобного я как бы не слышу не знаю тогда может время другое было окраины менее досмотрены были и и она мне всегда такая никогда 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 не живи в голубей тени в итоге она когда сюда переехала ног ты не представляешь для меня девочки с такой окраины советской жизнь здесь на виноградах такое счастье я беру так для кого для всех наверно счастье она говорит ну нет не для всех не все любят винограды ну да я тоже видела людей которые не любят виноград их мало но но они есть но в целом если так с натяжкой сказать то если ты не любишь винограды тебе вряд ли понравится прага потому что по сути очень многие районы безусловно брали инспирацию виноградах это просто видно архитектурно и здесь самое невероятное множество вариаций архитектурных именно на виноградах безусловно есть районы там с другим шармом своим прекрасным и все прага один естественно вообще не похоже у них время постройки просто совершенно разное безусловно но винограды это один из самых наверное все таки живописных районов и здесь представители наибольшего количества архитектурных стилей построения улиц очень прикольная здесь очень бурлит жизнь и при этом здесь тихо на улицах достаточно при том что здесь множество кафешек очень много арт кафешек здесь живут многие артисты художники и студенты очень часто в кафешках сидят занимаются очень это все приятно и красиво и романтично поэтому если винограды не нравятся то ну есть большая вероятность что прага не очень понравится хотя опять таки все люди совершенно разные я за последнее время встречаю огромное количество людей которым нравится например курка курка я не знаю как район называется тот на это станция метро в праге и мне она вообще не нравится то есть природа очаровательная безусловно там озера очень красивые лес красивый там здорово надо съездить будет показать вам но сам район мне не нравится там с одной стороны целая куча панеляков советских а с другой стороны целая куча новостроек 2000-2005 годов и все они такие одинаковые безликие как на мой вкус мне там ну вообще не нравится у меня целая куча причем очень близких знакомых которые просто обожают этот район им очень там нравится они постоянно говорят что открывают для себя новые новые грани я так думаю что просто мне наверное не нравится того что я его реально не знаю потому что наверняка абсолютно в каждом районе в каждом городе есть какая-то своя душа свой шарм просто когда ты его не знаешь что твое мнение остается поверхностным и от этого тебе не нравится я к виноградам тоже раньше абсолютно ничего не испытывала я это много раз говорила сейчас это мой самый любимый район в городе и самая моя мечта такая папа как бы в целом мне пофиг где жить лишь ближе к центру но вот если так выбирать то я бы на виноградах хотела жить но здесь очень дорого жить и я на сегодняшний день не готова отдавать такие деньги и после праги один самый дорогой район города то есть это нужно себя уже ущемлять в других вещах и я не готова это делать я живу близко отсюда и мне достаточно этого потому что я могу ходить сколько угодно гулять здесь и как там на сегодняшний день то есть это для меня оптимальный компромисс с тем чтобы не отдавать очень большие деньги за жилье вот но первые семь лет ну я приду на винограды ну виноград да виноград то есть красоту архитектуры я видела с первого дня безусловно я обфоткала каждое здание здесь первого же дня как я оказалась на виноградах но вот общей атмосферы как-то не чувствовала не улавливала а потом однажды я пришла гулять и как-то у меня такое хорошее впечатление осталось и выходные я одна гуляла вот может быть даже до девочки когда я ездила точно в это в эту квартиру которая показала вот и я тогда мы с ней пошли гулять и она мне показывала винограды и парк и все я совершенно по-другому увидела этот район и потом был выходной и я говорю лёшка пошли погуляем по виноградам и мы пошли и мы ну реально часов 8 гуляли мы очень много обошли и вот мы тогда вдвоем просто влюбились винограды и с тех пор у нас излюбленное место и очень нам нравится очень прям все я выключаюсь пока мне нужно по делам спасибо за внимание пока